Мне бы, говорит, просто до дома добраться, говорит, как-то. А я еще говорю, я говорю, так у вас паспорта нет тогда, а как вы тогда доберете? Ну, говорит, поеду на перекладных. Людмила никогда не считала себя доверчивой, но этому зрелому мужчине, который зашел в их магазин, поверила. Ведь он даже разрешил снять свое лицо на телефон. А еще рассказал жалостливую историю про то, как избили, забрали паспорт, деньги и домой в Нижний Новгород не на что вернуться. Только и осталось, что продать новенький айфон, который приобрел для племянника в магазине за 126 тысяч рублей. То, что телефон-подделка, Людмила поняла уже дома, когда 26 тысяч были в руках незнакомца. Мы только его решили установить, как Apple ID ввести, и там просто даже нет места, где это ввести. То есть это просто коробочка от айфона. Считайте, деньги не отходя от кассы писали в советское время в магазинах. Так вот и Людмиле стоило проверить телефон на оригинальность до момента передачи денег, говорят юристы. Это техника, которая максимально легко проверяется. Заходишь на сайт айфона, вбиваешь туда номер, соответствующий указанный на модели, либо в чеке, либо на коробке. И тебе сайт сообщает о том, имеется ли именно этот телефон в продаже, существует ли такая модель. Можно включить телефон, и в прошивке в программе также имеются эти номера. Их тоже бывает перепрошивают. Есть куча способов, достаточно, как проверить айфон на оригинальность. А еще можно было написать что-то похожее на договор купли-продажи в простой письменной форме. Правда, без паспортных данных такие бумаги не оформляются. Все, что смогла сделать Людмила, разместить посты происшествия в Инстаграм, чтобы предупредить остальных. И люди отреагировали, и даже сообщили местонахождение мошенника. Путем переговоров деньги мужчина вернул. Ему, в свою очередь, отдали телефон. Но довести до отделения полиции злоумышленника не успели. Он будто испарился и, скорее всего, продолжил промышлять поддельными айфонами. Как сообщили нам сегодня в полиции, по свежей оперативной информации, мужчину видели в Заринске. Кстати, известно, что его жертвами стали множество барнаульцев и жителей других регионов. А наша героиня, вернув деньги, уже сделала для себя выводы. Вот никогда просто в жизни я больше... Я и так... Это была моя первая покупка. Первая покупка вообще с рук чего-либо. Никогда в жизни. Я такой была противник этого. Ну, не знаю, что меня сподвигло. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.